Мы продолжаем выпуск. В преддверии 9 мая в Славинском районе состоялся ежегодный, уже 18-й по счету, конкурс строя и песни среди школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. С будущими защитниками Родины пообщались наши корреспонденты. Умение красиво пройти строем из песни, правильность строевого шага, четкость, точность выполнения основных команд, результат длительных ежедневных тренировок, требующих много сил. Все нужно выполнить только на отлично и выглядеть при этом тоже безупречно. Участникам это удалось. В смотре конкурса приняли участие представители школ города и района, воспитанники казачьих классов и военно-патриотических клубов. Всего 30 команд. Дал старт началу соревнований председатель районного совета Григорий Литовко. Уважаемые ребята, этот конкурс проходит в преддверии великого праздника, победы советского народа в Великой Отечественной войне. Программа осмотра конкурса состояла из двух частей – прохождения торжественным маршем и исполнения строевой песни. В состав судейской коллегии вошли военнослужащие и представители управления образования. Оценивалось умение ходить торжественным маршем, качество исполнения строевой песни, наличие единой формы, внешний вид участников. В первую очередь, это основная дисциплина строя. Раз, это строевая выучка. Два, выполнение элементов строевой выучки. И третье, исполнение песни. Как отметили организаторы смотра конкурса, уровень подготовки воспитанников военно-патриотических организаций Славянского района является одним из лучших в Краснодарском крае. Большую помощь в этом оказывают педагоги учебных заведений. Подготовка именно в кадетский класс, в нашей 16-й школе, особое внимание уделяется. Потому что это ребята в погонах, это большие воины, большие солдаты. От их дисциплины, от их поведения, как они себя ведут, многое зависит. Они это четко понимают, поэтому всегда относятся к этому добросовестно и с достоинством. По словам ребят, участие в смотре строя и песни развивает у них чувство патриотизма, воспитывает любовь к родине, ее истории. Большинство участников по окончании школы выберут военную профессию. Поэтому проводимый слет – лишь начало их длинного, преданного Отечеству боевого пути. Это показатель нашей готовности, способности защищать нашу Родину. Именно вот так юноши, я считаю, должны готовиться к армии и к будущей боенной подготовке. Это чтобы мы не забыли своих предков, мне кажется, своих бабушек, прадедушек. Чтобы поддержать в наш дух патриотизма, чтобы мы этого не забывали. В ходе смотра конкурса ребята продемонстрировали строевую подготовку и знания песен военных лет. Чеканя шаг, нога в ногу, ребята проходили по театральной площади. Победители определяли по нескольким номинациям. Лучшими среди средних общеобразовательных школ. Среди учащихся 9-11 классов стали ученики школы номер 3. Среди команд 7-8 классов победили ученики из 56-й школы. Среди 5-6 классов лучшими стали петровчане из 29-й школы. Среди военно-патриотических клубов победу праздновал будущий воин школы номер 29. Команды победителей получили кубки и грамоты. А каждый участник – массу впечатлений. А главное – бесценный опыт. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События». Время! Время!